Аквамен Какие-то смутные цвета изображены На этой коробке нарисована сама автокормушка Какая-то морская звезда есть у нас Вся информация на английском языке Сама коробка из трехслойного гофрокартона Это хорошо Вскрываем, внутри лежит какая-то фишка Ставь лайк, если играл в фишки Также у нас лежит двусторонний скотч Для того, чтобы можно было приклеить эту кормушку к стенке аквариума Инструкция, которая из себя представляет Черно-белую бумажку, весьма длинную На английском и на китайском языке В принципе, в принципе По инструкции на английском языке Можно понять, как программировать эту кормушку И, собственно, сама кормушечка Да, кормушка позволяет нам кормить рыбок 4 раза в день Это все можно программировать Да, я вам тоже покажу, как все это дело программируется Смотрите Теперь сама гостья нашего выпуска Расположилась в пакетике Из себя представляет небольшой агрегат С боксом для корма С дисплеем, кнопками управления И механизмом крепежа на стенку аквариума Но давайте обо всем по порядку Смотрите Сам элемент крепежа представляет собой Закручивающийся пластиковый пластмассовый болт Который прижимает пластину В принципе, хорошо Почему? Потому что площадь прижима довольно большая Ничего не лозит Но минус какой? Минус в том, что это из пластика сделано То есть, насколько этого хватит Непонятно Вся система крепежа держится на корпусе За счет силы трения И магии и волшебства Насколько хватит вот этой всей системы Непонятно Но периодически вам эту систему крепежа снимать придется Почему? Потому что под ней расположился отсек для батареек Батарейки здесь используются две ААА формата ААА формата Три А формата Да Причем пружинки у нас здесь расположились внизу И не совсем понятно Ну, по крайней мере, я всегда в основном считал Что пружинка упираться должна в плоскую часть батарейки А там, где пипка у батарейки Она не должна упираться в пружинку Здесь же сделано так, что и в пипку, и в плоскую часть у нас пружинка упирается Кстати сказать, в самом магазине на Азоне написано, что пара батареек идет в комплекте У меня же пара батареек в комплекте не шло Возможно, потому что это обзорный вариант Но батарейки мои Батарейки эти покупал я Итак, сам барабан, он, кстати сказать, тоже держится за счет силы трения На оси И это минус Почему? Потому что со временем У нас все это дело Будет стираться И, скорее всего, с большой долей вероятности Барабан будет со временем выпадать Да, да, да Учитывая, что сам вот этот вот контейнер Для засыпки корма Нужно постоянно будет снимать Напишите в комментариях, какую Кормушку используете вы И какой срок эксплуатации у вашей автоматической кормушки Очень удобно защелкивается крышка В одном положении Весьма надежно То есть перепутать не получится Также еще из плюсов Это то, что сам вот этот вот бокс Он прозрачный То есть он позволяет отслеживать количество корма Оставшегося внутри Плюсом ко всему у нас здесь есть регулятор подачи Который, забегая вперед, скажу Что некоторые виды корма практически от нуля Позволяют подавать То есть вообще ничего не подавать И до каких-то весьма солидных В общем-то объемов Да Давайте сейчас мы заполним наш бокс кормом И начнем разбираться Как же нам запустить Эту автокормушку Ресан АФ 2009Д Закрываем Видим, что все в принципе максимально просто Интуитивно понятно И единственная проблема, которая может возникнуть Это как раз таки программирование режимов самой кормушки Напомню, что эта кормушка позволяет Четыре раза в день кормить ваших рыбок К слову сказать Обычно кормят по одному разу в день Или кто-то кормит даже через день А кто-то и через день даже кормит В общем-то смотрите Собираем наш агрегат Вместе воедино Еще раз повторюсь, что лично для меня Огромным минусом является то, что все детали Все составные элементы Они стыкуются только лишь на силе трения То есть как бы мы ни старались Со временем, как мне кажется Все-таки разработаются эти узлы И кое-что будет выпадать Итак, кнопка есть у нас для того Чтобы в любой момент времени Мы могли активировать подачу корма То есть не хотите вы, к примеру, программировать Нравится вам подходить к аквариуму каждый день И рыбок кормить Но руки вы не хотите пачкать Вы подошли, жмякнули кнопку с рыбкой И все, и у вас кормушка ваша крутится Теперь давайте смотреть Что же у нас по поводу установки режимов Для этого мы цепляем наш барабан Натягиваем наш барабан Если быть точнее Потому что нигде ничего здесь не цепляется То есть за счет сил трения у нас работает Смотрите Для начала необходимо нам установить время Для этого нажимаем кнопку SET Кнопка ADJUST у нас позволяет Увеличивать часы либо минуты Кнопка MODE позволяет нам выбирать Между часами и минутами После того, как мы установили Необходимое время Просто жмякаем SET И все Дальше Для того, чтобы установить На периодичность кормления То есть запрограммировать время В которое у нас будет происходить кормление Мы жмем кнопку MODE Жмем кнопку SET И также абсолютно путешествуем По числам с помощью кнопки MODE Увеличиваем значение с помощью кнопки ADJUST Но У нас здесь еще появляется Интересный такой параметр Сверху вы видите, да Где единичка, двойка, тройка У нас какие-то стрелочки есть Я вам так скажу, что Пробовал я ставить одну стрелочку Все равно один поворот кормушки Пробовал я ставить две стрелочки Все равно один поворот кормушки То есть по сути Этот критерий вам вообще ни на что не влияет То есть вы можете не париться Но может быть это конкретно вот это Вот особь показывает такое поведение Но На мой взгляд вы можете просто не париться И к примеру Поставить с периодичностью в одну минуту Там четыре кормления Чтобы у вас четыре оборота было Да, на самом деле тоже очень удобно Что есть у нас четыре Собственно Временных засечки Для того, чтобы наша кормушка крутилась Это удобно, если вы выращиваете малька Которого нужно кормить часто И помаленьку Чтобы он успевал все съедать Итак, смотрим Что сейчас я ставлю две стрелочки Как будто бы они намекают на то Что должно два раза прокрутиться Но ничего у нас здесь два раза не крутится У нас прокрутилось все один раз Отсюда возникает вопрос Для чего нужно нам путешествовать по этим стрелочкам Теперь, следующий интересный момент Я бы хотел проверить регулировку подачи корма То есть от какого количества И до какого количества корма Мы можем подавать в наш аквариум Выставляем сначала минимум Вот он стоит минимум Нажимаем кнопку с рыбкой У нас кормушка наша прокручивается И ничего не высыпается Это на самом деле очень удобно То есть у нас регулировка весьма-весьма точная Выставляем наше значение в максимум Нажимаем кнопку с рыбкой И у нас высыпается такая вот щедротная Довольно-таки порция корма Где-то столовая ложка, наверное, высыпается Конечно, если у вас огромный аквариум У вас эта кормушка не приживется Почему? Потому что, как правило Вообще в огромных аквариумах Там объем этой кормушки соизмерим с разовым кормлением То есть нет смысла в этой кормушке Но какие-то стандартные, средне-маленькие объемы Вполне себе То есть вот сейчас у меня на 8 литрах вообще эта кормушка стоит Видим, как она функционирует На этом все Если этот обзор был вам интересен Обязательно пишите в комментариях Всем спасибо, кто ставит лайки И подписывается на канал С вами был Ахвамин Увидимся очень скоро в новых видео Всем пока-пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok